Вот выпускается. Искусство Испании, да? Вот выпускается. Марка. Нет, не да, Марка. Марка с открыткой, да? И тут всё написано. Должен учить. Вот она такая, да? Тут написано, что это. Какой, кто, что, да? Вот она следующая. Вот она следующая. Вот она следующая. Вот она следующая. Это ж красиво. А вот это смотрели, это такое увлечение, что от этого нельзя оторваться. Что такое это коллекционер? Это общение с людьми. Почему я говорю, этот интернет, это... Он губит общение людей. Вот люди не выходят из интернета. Они сидят там днями, ночами. Я его не люблю. Их ценность в том, что она у тебя есть. Она тебе нравится. Ты её открыл, посмотрел, увидел. Сейчас. Что тут вот, видите, космонавт Герман Титов. Образцы его подписи, которые у меня есть. Которые у меня есть. Которые у меня есть. Гагарин. Да, Гагарин. А он у меня есть. Как они окажут. Что вы? Это очень это самое. Но! Есть ещё одно. Есть такие аукционы сейчас. Американские, немецкие. Там выставляют марки дорогие. Которые мы не можем там... Мы не можем тягаться с ними. У них денег. Вот они издают. Красиво. Красиво. Прелесть. Красота. Там редкие марки. Дорогие. Ну, всё равно это... Это интересно. Это... Вот покажу. Я вам похвастаюсь. Как он должен быть. Вот он. Вот он. Вот про него написано. Вот его подпись. Вот его марка. Да? Вот ещё. Гагарин Ститолм. Это вообще первая открытка, которая выпущена. Обычно переписываемся с кем-то. Встречаемся. Раньше было мне проще. Я на железной дороге работал 45 лет. И командировки, и ездил. И старались так, чтобы любой город, который ты... Ты приезжаешь, ты узнаёшь, что идёшь в магазин. Магазин, как у нас на главпочтампе, магазин филателлия. Ты идёшь, и тебе там скажут, где собираются филателлисты. Я собираю коллекцию России. Это серьёзное увлечение, потому что, естественно, из старых марок. И коллекцию космоса. В принципе, люди так и собирают. Вот по интересам. Спорт, космос, живопись, флору, то есть цветы растения, фауну животных. Но есть очень экзотические. Есть, собирают там, например, теннис, большой теннис марки. Собирают игрушки. Собирают у нас в Молдавии, собирают люди, многие виноград. Виноград и вино на марках. Не может человек собирать всё, интересоваться всем. Ввиду того, что это всё, в общем-то, не совсем дешёвое дело. Значит, этот человек, вот он имеет эти марки. А ему нужно космос, например. Он говорит, я предлагаю вот это поменяться с вами. Обычно происходит так. Сейчас что плохо стало, что все хотят только продать, что стало тяжелее обмениваться. Вот в чём дело, что я говорю, что раньше в основном были обмены. Ты отдал свои на 5 рублей, на 10 рублей, там, всё копейки были эти, на рубль, на 2, на 3, и взял на эту сумму. А сейчас, ну, жизнь, наверное, такая, всё, наверное, другое время, другие эти. Кто-то просто избавляется, кто-то просто уходит. Вот он собирал, собирал, а ему сейчас пенсии не хватает. Всё, ему нужно. Мало ли, болезнь. Что это? Ну, а с другой стороны, это вложение денег. Для того, чтобы вы знали эту марку, вы должны, вы изучаете, что это такое. Мало того, когда она выпущена, чему она посвящена, что это такое. Вы смотрите эту марку, вот он человек, вот он человек. Кто он такой? Это писатель, это учёный. Волей-неволей, вы смотрите, вы эту марку посмотрели, там написано. Дата рождения, дата смерти, кто это такой. Всё это есть. Марка, она очень много даёт. А в истории любого государства, это тем более, это вехи истории. Всё вы смотрите, когда это самое становление, когда независимость, какой флаг, какой герб, какой президент. Ну, очень много выдающейся личности этой страны. Всё там есть. Причём любая страна, она старается не только своих, но своих в первую очередь. Что такое марка в жизни той же Молдовы? 92-й год, обретение независимости. Выпущены первые марки. Вот первые марки Молдовы. Вот, видите, первые марки Молдовы. Что тут видно? Видно герб страны. Потому что я говорил, видно флаг страны. Всё видно. Кто знал Молдову? Очень мало стран. Даже и сейчас очень многие коллекционеры, они знают Молдову только тогда, когда они получают эти марки. Они смотрят в каталоги. Выпускаются иностранные каталоги. Любая страна выпускает. И есть такие каталоги, которые выпускаются для всего мира. Каждую субботу мы собираемся. И каждый филателист, коллекционер, он же что-то ищет для своей коллекции. Он обычно, у каждого есть каталог тот, который ему нужен. Он собирает Англию, значит, у него каталог по Англии должен быть. Собирает Молдову, у него каталог по Молдове. Собирает Россию, у него каталог по России. Каталог – это как настольная книга. Ты его изучаешь, ты его должен знать. Вот видите, германская демка. Первые марки, 49-й год. До этого что было? До этого были оккупационные зоны. Американская, английская, русская, французская. Каждая выпускала марки. Мало, меньше, больше, две марки, четыре марки, но выпускали. Они есть здесь. Вся история здесь. Вся история. Вот здесь. Окупация Польши здесь есть. Окупация Люксембурга есть. Марки выпускали. Окупация Чехии есть. Она назвалась Богемия Моравия. Окупация России и Украины есть. Что происходит сейчас? Значит, пик увлеченности и филателии, в частности, и вообще вот энтузиастов, которые коллекционеров, он, конечно, падает. И вину этому компьютеры, интернеты. То есть это, оно положительно, оно больше, ты с людьми можешь увидеться, но молодежь, она, она немножко этого не понимает. Ей вместо того, чтобы ты встречался с живым человеком, она предпочитает смотреть в экран. Вот, и поэтому, ну вот я у нас уже, вот когда я вступал в общество, 70-е годы, значит, нас, филателлистов, было 1500 человек. Сейчас 60, Кишиня. Наверное, до 30 лет таких 10 человек. Вот, а школьники вообще не приходят. Я сажусь, это от всего отвлекаешься. На работе ты устал, нервничался, там неприятности какие-то. Ты сел с марками, ты уже от всего отвлекся. Ты уже не нервничаешь, ты уже тебе уже не... Ты уже все забыл. Ты уже сидишь с ними, вот за этим столом, включил себе настольную лампу, и все.